Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Мы подошли к разделу, который начинается с буквы цади. Это стихи 137-144. Данный раздел характерен частым употреблением слова «правда» — «цедок». Отсюда цадик праведник. «Праведен Господь, и откровение его правда». «Правда» идет бок о бок с истиной» — 138 стих. «И законом» — 142. «Как вечен сам Бог, так и откровение его вечное». В этом случае напрашивается вывод, что и закон Божий вечен. Псалмопевец описывает себя как малого и презренного человека, которого постигли скорби и горести. Несмотря на беды, огонь в его душе не погас. Его сердце по-прежнему жаждет правды Божией. И он ревнует о том, чтобы правда Божия восторжествовала в мире. Он не видит в Слове Божьем никакого изъяна. Оно очищено от посторонних примесей, как переплавленное серебро или золото. Поэтому, в отличие от врагов, он не забывает Слово Его. Так Слово Божие вечно. Слово Божие вечно. Это в последующем привело к тому, что в постбиблейском иудаизме стали возникать идеи о вечности самой Тары. О книге Моисея, Пятикнижия, Закона Божия, который имеет, если уж не сопредвечное бытие с Богом, то как минимум она стоит над всякой земной литературой человеческой и является неким словом, воплощенным в книге, в букве. Вот как для христианского богословия очень важен принцип, что Слово Божие стало плотью, и мы верим в человека Иисуса Христа, которого мы называем вторую ипостасью, бывшей прежде бытия мира. Прежде чем мир стал быть, это слово логос, ипостась, личность была художницей, сотворцом, с Богом-отцом, через которого мир и произошел быть. Сюда в православном богословии мысли, что вторая ипостась в лице слова, логоса, была художницей притворения мира, участвовала в притворении мира. В иудаизме постбиблейском возникает мысль, что вот эта мудрость воплощенная — это Тора, и посредством Тары этого закона писанного, а потом возникает идея о неписанной устной Торе, устном законе, она была сопредвечно Богу. Я рискну намекнуть, что в отчасти эта древняя идея, которая развивается в иудаизме уже в II-III веке, она ходит свое отражение в исламе, в представлении о том, что Коран — это книга, которая была спущена с небес, которая имеет вечное бытие. Так вот, вот эта идея о совечности книги Богу появляется до появления ислама в иудаизме.